Всем привет! У меня в руках FLAGON 4. Дальнейшее развитие серии FLAGON 3. В чем же у них основные особенности, отличия? Во-первых, материалы стали применять более модульные. Что нам это дает? Во-первых, чувствительность. Во-вторых, снижение некоторого веса. Правда, небольшое, потому что надежность мы ставим тоже в угла угла флагмана. И несколько большая универсальность при работе различного ряда приманок. Количество моделей примерно такое же. Тесты длинные увидите, то есть это довольно большая линейка. В чем некоторая разница? Дело в том, что более длинные флагманы 4. Чуть-чуть более ориентированы для лови на джиг в стоячей воде. То есть мягкая вершин, потом достаточно жесткая средняя часть. Это универсал, это действительно универсал, как бы это не чисто джигная серия, но вот именно если вы ловите в условиях ила, когда чувствительность в руку минимальна, а нужно визуальное определение падения приманки на дно джига, вот флагман 4. Более легкие модели, собственно, ориентированные на все виды приманок, пожалуй, выпадает только твичик. Но флагманом твичить как бы не очень хорошо. Как было в третьем, так и, собственно говоря, в четвертом. Коротко, что еще? Кольца те же, сигает. Держак практически без изменений, да и, в общем-то, косметика почти без изменений. Разница внутри, разница в материалах. То есть, примерно за те же деньги материалы мы значительно улучшили. И, как универсал, это сейчас является одним из таких самых интересных в среднебюджетных моделях Nord Stream. Более глобально, более детально будем разбирать уже летом, когда выйдет большой обзор со всеми моделями, кто чего и как может. Ну, а сейчас, наверное, все. До встречи на воде. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok